И подробнее о перестановках в правительстве и предстоящих выборах губернатора мы поговорим с нашим гостем на студии, исполняющей обязанности первого заместителя губернатора края Сергея Пономаренко. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день, Юлия. Вы, может быть, можете прокомментировать отставку Цапалина? Ну, вы знаете, насколько я осведомлен, Владимир Владимирович принимает такое решение по личным мотивам, семейным, можно сказать, поэтому это не связано с какими-то оценками, которые были даны в его деятельности в качестве министра. Поэтому это плановая вещь, собственно говоря, он в любом случае собирался такое решение принять, мы с ним обсуждали его некоторое время назад, поэтому это не связано со сменой руководителя края. Скажите, пожалуйста, а вот в целом какая обстановка сейчас у вас в правительстве? Все-таки объявлено о том, что 15% сокращения будет, может быть, там кто-то уже переживает за свою судьбу или кто-то понял, что не сработается, например, с Виктором Долоком? Я думаю, что, конечно, обстановка слегка напряженная, поскольку с предстоящего сокращения не может добавлять позитивных эмоций. С другой стороны, кого-то заставляет мобилизоваться и, может быть, более качественно демонстрировать результаты своей деятельности. Поэтому сейчас готовятся предложения, до 9 июня все предложения по сокращению должны поступить в рабочую группу, которую поручено мне возглавлять. И к сроку 1 июля будет представлено утверждение губернатора края, исполняющего обязанности, новая структура и правительство края. Также будут предложены конкретные действия, связанные с сокращением численности госслужащих на 15%. Я думаю, до этого периода вот такая легкая атмосфера нервозности, которая существенно не сказывается на результатах нашей деятельности, но, тем не менее, она присутствует, я думаю, она к этому времени уже закончится. Скажите, а вот о громких отставках пока больше ничего не слышно, но все-таки вот когда министры уходят, это заметно. Ну, министр, безусловно, это политическая фигура, поэтому всегда его уход из правительства вызывает определенную дискуссию, какие-то оценки. Пока были приняты решения только об увольнении части помощников и советников губернатора края, об этом много говорили все средства массовой информации. Но здесь решение вполне понятное. Виктор Александрович, объявив курс на оптимизацию численности, в первую очередь насчет себя, так скажем, и первые решения были приняты в отношении того аппарата, который обеспечивает деятельность, вышел даже установленного лица субъекта. Поэтому первые отставки и увольнения произошли там. Но мы постарались это сделать максимально безболезненно, когда так поговорили с людьми, кто-то уже просто уходит на пенсию по возрасту, поэтому часть людей, конечно, покинули свои посты, но это было непосредственно решение Виктора Александровича. — Скажите, пожалуйста, а вот известно, что сейчас Виктор Александрович участвует в праймерис, да? То есть он будет, возможно, одним из кандидатов, кто пойдет на выбор губернатора. Ну, в общем, мы понимаем, что он здесь точно будет. Будут ли у него конкуренты среди, ну, Единой России? — Единой России, да. Ну, есть устав партии Единой России, который предполагает, что кандидатура должна определяться на предварительном партийном голосовании, или, как вот принято называть, праймерис. Поэтому устав партии для нас — это закон, поэтому он четко соблюдается. Виктор Александрович, его кандидатура была поддержана рядом общественных организаций, выгнута для участия в предварительном партийном голосовании. Еще заявилось порядка пяти человек, если я не ошибаюсь, поэтому процедура будет происходить в ближайшие полторы недели. Встречи пройдут в территориях края, в Каннске, в Назарово, в Минусинске, в Енисейске, в Красноярске. Встречи такие пройдут с членами партии, с представителями общественных организаций, которые по специальному соглашению делегируются к их участию. И по итогам этого предварительного партийного голосования будет определена кандидатура единого кандидата. — Один только один? — Один, да. Устав партии предполагает, что только один кандидат может быть выдан на выборах. Но я думаю, что никого не обижу, если сразу скажу, что с приятностью 99% таким кандидатом стоит Виктор Александрович Толоконский. Тем не менее, законы и уставы нужно соблюдать, это некий гарант стабильности нашего общества, поэтому такая процедура предварительного голосования сейчас в партии проводится. — Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, из других, может быть, партий выдвиженцы смогут составить хоть какую-нибудь конкуренцию, Виктор Александрович? — Я думаю, что компания будет конкурентна, думаю, что все парламентские партии постараются выдвинуть своих кандидатов, хотя возможны какие-то альянсы, группировка вокруг какой-то одной кандидатуры, которая может быть поддержана несколькими партиями. — Не думаю, что мы станем свидетелями ожесточенной такой борьбы с большим обилием компромата, мне кажется, до этого нет никаких предпосылок, и сам образ Виктора Александровича, и атмосфера, которая складывается вокруг его кандидатуры, мне кажется, не предполагает такой какой-то, знаете, грязной компании, которая могла бы быть. Но, тем не менее, конкуренция, безусловно, будет, есть сильные фигуры, некоторые из них уже заявили о своих претензиях на участие в компании, вот, часть людей ресурса обеспечена, поэтому сможет, так скажем, широкомасштабную компанию вести, поэтому я думаю, что компания будет интересна. — Я думаю, что она будет интересна уже потому, что она впервые за 12 лет будет проходить. — Действительно, да, последний раз выборы проходили в 2002 году, и все, я думаю, до сих пор, те, кто под впечатлением находятся в той компании, да, наверное, не будет такой яркой, но, тем не менее, я думаю, все немножко соскучились по этим выборам губернатора. — Спасибо большое, Сергей Александрович, что пришли и ответили на наши вопросы. Я напомню, у нас в гостях был исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Сергея Пономаренко.